В эфире программа Актуальное интервью, студия Ольга Русл, здравствуйте. В Ненецком округе оленеводством занимаются 12 сельхозхозяйственных производственных кооперативов. Одно акционерное общество, 4 крестьянских фермерских хозяйства и 11 семейных родовых общин коренных малочисленных народов Севера. В оленеводческой отрасли трудится порядка 970 жителей округа. О нелегкой работе оленеводах и проблемах сегодня поговорим с представителями профессии и сельхозпроизводственного кооператива «Ижемский оленевод». Василием Чупровым, бригадиром бригады номер 3 Бакуринского отделения, Владимиром Чупровым, главным ветеринарным врачом, исполняющим обязанности председателя СПК Андреем Терентьевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте познакомимся и вы расскажете, чем вы занимаетесь. Андрей Григорьевич, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, что входят в ваши обязанности. Мои обязанности занимают должность исполняющего обязанности председателя СПК «Ижемский оленевод». В моем хозяйстве 19 бригад, 4 отделения, каждое делено на 4 отделения. А по меркам Ненецкого округа это большое хозяйство СПК «Ижемский оленевод» оно большим считается? Как я думаю, самое большое предприятие у нас в Ненецком оленеводном округе, так как численность по голове у нас 35 тысяч голов вместе с частным сектором. Сдаем на мясокомбинат мясо где-то тонн 180 и остальное продаем населению. Василий Егорыч, а вы чем занимаетесь, что вы делаете? Третья бригадина, бригадиром работаю. А что в ваши обязанности входят, что вы делаете? Вы занимаетесь, вы по Сомолению? Да, вы по Сомолению. А сейчас вот вы где-то кочуете, вы на Редмарк приехали? Сейчас на зимовке. А где находится зимовка, что там у вас? В Шелинском районе, в поселке возле Окунева. А сколько у вас в бригаде оленей? Две тысячи голов. А сколько человек работает? Когда как? Вот на сегодняшний день, на сегодняшний момент сколько оленеводов у вас? Где-то когда семь, когда восемь пастухов. А как в этом году зимовка проходит? Все хорошо, все, снега так много, вот нормально оленям, нормально они корм добывают? Сейчас нормально, пока в осень мало снега было. А так сейчас нормально. Владимир Тимофеевич, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь и... Я работаю более тысячи лет уже, после этого, в пистолиции, что работал. Ты тысячи лет работаю ветеринарным врачом, сейчас в колхозе, в Ижинске, они вот. Проблем тоже хватает, специалистов мало. Кто не хочет работать, так-то работа интересная. Много народу у нас, молодые специалисты работают. Василий Григорьевич, сын, после института работает у нас, единый ночом. Ну, проблем всего хватает, очень много проблем. А что вы делаете? А у нас в основном весенние обработки против Сибирки идет, потом месяц подкожного в сентябре, потом забойная кампания. Почти два месяца занимает. В октябре, но я, в декабре. Вся работа в основном такая. Сейчас, получается, немножко отдыхаете или все равно какая-то работа есть? Сейчас 3-4 совещания у нас будут, колхозные. Отдыхать некогда, но сейчас, после 8 марта, у нас ежегодные обработки. Такая работа идет по калориям, завозим пиломатериал, продукты, почти не займается. А хватает врачей? Вот сколько у вас врачей работает? У нас сейчас вместе со мной, получается, 4 врача. А сколько нужно больше? В основном, в дистанции помогают, когда весенние обработки, мы их нанимаем на работу на римарской дистанции. Ну, бывает по 20 человек, по 3 человека нанимаем на работу на месяц. А как вот ситуация с бешенством у вас? У нас где нормально, куда, года 10 назад было, тогда случайно, в стороне, это, местечка, хоряка, там, бешенство было, алиния погибли. Так все нормально. И ежегодно тоже прививаем ездовиков, ну, по плану 500 уголовных, против бешенства. Ежегодно. А если смотреть, вот, волки, медведи? Ну, тоже большая проблема с этой, в росомахе, в основном, проблема, когда зимовка идет, нам. А вы их отстреливаете, как-то вы боретесь с ними? Ну, стараемся, если возможно. Там тоже кота нужны, если стрелять их животных-то, наверное. А если они, оленей убивают, если они режут стадо, так нельзя их, что ли, как-то вот с ними бороться? Нужно. Нужно. Нужно им бороться. Ну, удается. Удается. Ну, они хитрые слишком. Волка быстрее взять, чем росомаху. Вот так вот. А расскажите, по какой причине вы в Наринмар приехали? Что здесь было? Почему вы здесь? Мы в Наринмар приехали по приглашению губернатора Юрия Васильевича. Вот, бригадиром и Владимиром Тимовичем, ветеринальному специалисту. И вот от почетной грамоты заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Вот, вручали. Только что были там и оттуда сразу к вам. На эфир. Вот так вот. У вас не двоих же работников? Нет, у нас пять человек. Вот. Бригадира Николая Яковлевича Сизяевского отделения, потом Василия Гуровича, третьей бригады Бакуринского отделения, потом Олимпиот пятого резерда Андрей Филиппович Бакуринского второй бригады и Захар Григорьевич Бриколандской первой бригады. И вот Владимир Тимович, главный ветеринарный врач наш. Самый, можно сказать, наш такой возрастный человек. И будем надеяться, что до 70 лет будем работать правильно, Владимир Тимович. Подумать. Вот так вот. Ну, молодые не выходят, специалисты. Вот сейчас обучают Владимир Тимович, у Василия Гуровича, как уже Владимир Тимович говорил, сын тоже ветеринарный работает, Павел Васильевич. Еще Алексей Васильевич, Алексей Иванович у нас ветеринарный врач есть. И, конечно же, управляющий зоотехник, главный зоотехник у нас есть. В общем, хозяйство у нас 221 человек. Вот так вот. А как Вы считаете, награды-то заслуженные? Нужно поощрять или не воду? Обязательно, надо. Спасибо, что пригласили, вот вручили. Очень приятно людям. Дальше будут стараться работать. И вот так. А если о хозяйстве говорить, расскажите, пожалуйста, какая численность стада? Как вообще построена работа в хозяйстве, в СПК? У нас 19 бригад, в каждой бригаде по 3 тысячи, допустим. Допустим, вот так, 3 или с половиной тысячи. И сдают, на забой отделяем там где-то 12 тысяч. Потом остается, чтобы на зимовке меньше оленей осталось. И в основном мотачное поголовье у нас идет, 55%. А людей-то хватает? Людей в каждой бригаде по 8, где-то 9 человек, где-то 10, но самые меньше 6 человек в бригаде. Ну, мало, не идут. Молодые специалисты, даже не специалисты, вот к оленеводу никто не идет. Потому что в таких условиях не хотят работать. А чем плохие условия? В полевых условиях надо, чтобы вышел, допустим, весной, и осенью приехал, через 9 месяцев, 9 с половиной домой возвращаешься. Живешь в чуме, качевой образ жизни ведешь. Вот молодежи не нравятся. И зарплата низкая, получается, как. Если больше нефтянка получал, бы он все вышли бы наработать. Ну, не хватает девушек тоже, не хватает оленей, в чум работниц. Кто? Не хочет никто. Если молодые не уходят, кто? Конечно, не выходят. А как-то их привлекаете? Есть какие-то вот методы стимулирования? Есть, есть свои методы у нас. Оленей выдаем. Первый год, когда выходят, оленей выдаем, плюс подъемные. И все равно не хотят. Чем можем, помогаем. И все равно не хотят идти. Не хотят. А как вот эту проблему решить? Может быть, в школе надо какие-то уроки оленеводства или где-то какие-то курсы открыть? Как я сам оленевод, я работал с 1907 года, потом учился в оленеводстве, сам пастухом работал. Нигде оленеводом не можешь отучить. Это только работа. На работе вышел в тундру, и там ты оленеводом станешь. Все. А что должен оленевод знать, что уметь, какие вообще навыки? То есть вот можно городского человека взять вот из Наринмара, допустим, кого-то, кто-то посмотрит передачу, скажет, ой, я хочу быть оленеводом. Нет, почему? Если вот, допустим, человек хочет работать, если человек хочет работать, и ему нравится эта работа, любого можно, любой научится оленей пасти. Вот, Василий Игоревич, как думаешь, если человек хочет работать? Если есть, интерес. Интерес, если есть, будет работать. Самому, чтобы нравилась эта работа. А что вот такого привлекательного в работе оленевода? Чем она может привлечь? Вот, допустим, любить животных, оленей, да? Чисто постоянно на природе вот это главное, что. Если ему нравится, то он будет работать в оленеводстве. Без всяких там, что зарплата маленькая, не зарплата маленькая. У нас же люди работают. Они родились в семьях оленеводов, там, процентов где-то, чтобы не соврать, 60 процентов чистокровные оленеводы еще у нас идут. Но идут и те, у кого не работали родители оленеводами? Идут и те, но не очень много. А в чем они обеспечены? Что у них есть? Есть какая-то связь с миром, там, снегоходы? Что у них? Снегоходами обеспечены. Снегоходы сейчас рога сдают, покупают снегоходы. Бензин выделяем, сколько можем. Потом, что еще? Электростанции. Бензопила, штиль. Дрова выделяем. Где уже все есть. Насчет связи. Сейчас сотовая связь, а где нету сотовой связи, допустим, на Литовке, ближе к морю, там стационарный, так и не стационарный, типа радиотелефоны есть между бригадами. У кого есть связь, там, кое-что, если надо передать, в село, допустим, ну, передадут. Вот так. А в селе жилье для оленеводов, в чем работница, строится? То есть они могут, вот они кочуют, кочуют, они потом? Сами строят, да, строятся. У каждого оленевода сейчас. Ну, не у каждого, процентов 97, наверное, точно есть свои деревянные дома. Все. Живут в свой личный дом. Сами строят, сами живут, сами что хотят, то и делают. А зарплаты позволяют им строиться как-то? Ну, плюс же частные олени свои есть. На счет частных оленей вот так же мы создаем. Мы из ПК принимаем их, и мясо, и вот живут, люди хватает. А как в этом году забой прошел, вовремя начался, сколько планировали забить, что забили? Забой начался у нас в этом году, 23 октября. Это поздно, рано, это нормально? Нормально. Раньше 20-го начинали, но в этом году решили 23-го. И закончили 25-го декабря двух, у нас два убойных пункта. Один в факторе Шапкино, который недалеко от Нарьям, наверное, 100 километров находится за рекой Шапкино, а второй на Инзире, там Лысетка. Сдали по плану колхозных 8 тысяч голов, а частного сектора, 4 тысячи голов сдали. Общий тоннаж где-то 370 тонн, 365 тонн, 370. А вы сдавали все на мясокомбинат? Куда вы реализуете? Что вы делаете? Мы реализуем в Республику Коми, Сыктывкар, Ухта, Печора, Ежинский район, вот этих ближних селах Уст-Илемского района и Нарьянмар. И все, населению тоже самое на Нарьянмар. А как транспортировка происходит, как у вас забирают, как вообще? Транспортировку мы сами возим, у нас там дорога есть сейчас, дорогу строят, сами возим, сами до конца, на машине до Ижмы, а потом уже вот так продаем, потихонечку, потихонечку, не оптом, конечно, а вот по 2-3 тонны каждый день, в неделю где-то 3-4-5 тонн продаем. А есть где хранить, есть в холодильнике? Есть хранить, в холодильнике у нас на убойных пунктах холодильник, рефрижераторы, и у нас там в Ижме тоже. И хватает? Центральный склад. Мощности хватает? Мощности хватает, все хватает. А какая-то вот у вас модернизация ведется, какое-то производство есть, что вы делаете вот с Олениной? Ну, у нас дочернее предприятие, Оленевод Сервис, Оленевод Транс есть, в Сервисе также шьют пимы, все это, выделка, шкуру не выделывает, но пимы шьют, продают потом, что мясо мы сами не перерабатываем, мы сдаем мясокомбинат и продаем, я говорил, уже населению, сами переработкой пока не занимаемся, но в планах на будущее есть, но это только в планах. А вот по качеству мяса, если смотреть, ну вообще, вот вы же, наверное, знаете, какое мясо в округе, все, насколько отличается мясо вот из Жемского Оленевода от мяса других хозяйств? Я свое мясо, из Жемского Оленевода, мясо знаю, а вот других хозяйств я же не видел мясо, так что не могу говорить. В этом году будет где-то на 2-3 килограмм больше телята вылина, потом у нас больше, получается, мяса всплеска. А почему, с чем связано это? С погодой, с погодой, выпас все, лето хорошее было, то острый хорошее, все влияет на. А какое должно быть лето, вот чтобы олени хорошие, нагуляли жир? Холодные. Холодные должны? Комаром меньше, и все, гнусо. А зима какая должна быть, чтобы вот, чтобы тоже хорошие оленя были, чтобы, чтобы, ну скажи. Градуса 20, градуса 20. Снежная зима. А снежная должна быть? То есть снег это не проблема для… А если снег тоже, если больше снегу, олени в кучке держатся, не потеряешь. Снега много тоже не надо. Сначала осенью, как на зимовку заходят, стада заходят, и что, поначалу, чтобы олени побольше объем места взяли, вот допустим, в лесу, а потом уже потихоньку снег выпадает, и там они уже между собой. Короче, технология такая у них. Вот часто люди спорят и спрашивают, можно ли сырое мясо есть, есть ли в нем вообще какие-то паразиты там. Можно мясо есть у вас сырое? Можно и нужно. А насчет паразитов, вот Владимир Тимович скажет, там нет вроде паразитов. Ну так, по регистрации где-то, если считать, ну, в Ленин, 24 паразита. Недавно приезжали у нас с Питера, появились паразитологи. Ну, у нас такого количества нет, но, видишь, феноз, стеркоз, хинококос, возить и такие болезни. А все нормально? Тоже температура, режим-то идет, 18 градусов, 25, там, мороз держишь, паразит умирает же. Так что можно кушать мясо наше, женское. Ну, вы кушаете сырое? Да, сырое кушаем. Скажите, пожалуйста, вот чумработницы, они чем занимаются, когда находятся на зимовке, что они делают? Готовят, шьют. А что шьют? Молодежь там, сейчас, в принципе, погода такая, пим, сейчас уже так не часто носят, кривот подливают, и все еще. Уют берут в чуме. А они там обеспечены машинками, швейными, у них все это с собой? Швейные машинки в чуме, это роскошь. Там, как швейную машинку уже не будем возить. А что вот у них вообще? У них сейчас стиральная машина. Иголка еще. А стиральная машина в чуме у них есть? Да, дышки-то у нас. Давно уже, три из-за, здесь стиральные машины. А швейных нету машин? Швейных нету. На швейных машинах топок и невозможно шить, малейцу тоже невозможно шить. Так что все вручную и сухожилием, и вот этими жилами шим. Вот так вот. А почему они хотят в чумработнице-то идти? Чего препятствием-то служит? Почему не соглашаются? Я не могу это сказать. Просто мы были в одном хозяйстве, тоже интервью было, и жаловались очень сильно оленеводы, что вот они живут, а чумработниц нету совсем. То есть они там чисто мужские чумы, и нету совсем чумработницы. У вас тоже такая ситуация? Или в принципе в каждом... У нас в каждом чумработница есть. В каждом чуму есть. А дети, они тоже кочуют вместе с родителями? Пока маленькие, пока садик не ходят. Ну, пока с родителями маленькие ходят. А потом уже школа, все. А в школу куда забирают, где они? В школу у нас где, по месту вот прописки. Выжми? Да, выжми. В каком челе живет, там и обучается. А сильно влияет вот на то, что ребенка забирают из семьи? Это сильно влияет, что вот они потом не хотят в чум возвращаться обратно, не хотят тоже оленей пасти, как родители? Дети ждут лето, чтобы быстрее к родителям. Они учатся и реально думают, что надо ехать в тундру, родители говорят, учитесь хорошо и будете приезжать к нам до лета. А потом как-то 9-11 класс заканчивает, а сейчас же все равно надо куда-то поступать и высшее образование, вот получать профессии какие-то. А потом в итоге и остаются в городах и не хотят возвращаться. Может, не стоит тогда так долго их учить в школе, чтобы они там с какого-нибудь там считать научились? Получается, школы вообще не надо давать. Пускай в чуме и вырастут. Вот так вот. Ну вот вы говорили, на Ринмаре проблема, что не только в Наринмаре, вот в Ненецком округе есть проблема, что на ненецком языке практически не говорят, да? И в населенных пунктах на ненецком языке тоже очень мало говорят людей. А вот вы мне говорили перед началом программы, что у вас все говорят на коме. Как вам удается сохранять язык? Как вам удается на русский не переходить? Ну, у нас в селах все на коме разговаривают, по коме, и как его, хоть и английский, русский, все обучаем, общаемся все на коме. Вот пока не забыли родной язык. В школе тоже уроки? В школе уроки, когда русский язык на русском, а так на коме языке. А дома все на коме разговаривают? Дома все абсолютно. И всех детей обучаем вот с мелкого возраста, сейчас телевизор смотрят, мультики, там уже три года, допустим, дочке уже по-русски начинают разговаривать, стараемся по коме, по коме, по коме, с ними общаться. А трудно детям на коме? Говорите? Не знаю, нам не трудно. А какие вот проблемы еще у вас пока есть, чего не хватает, вот кроме того, что не хватает оленеводов, чем работниц, что еще, какие еще есть такие проблемы, которые нужно решить в первую очередь? Польза не хватит, это перечисляю. Ну, перечисляйте. Нет, это долго будет. Много проблем. Везде, в каждом хозяйстве свои проблемы. И стараемся эти проблемы решать своими силами. И решаем мы. Процента 50 решаем, 50 процентов остается, на следующий год решаем, правильно, Василий Игоревич? Так и живем. Ну, а как вот, кто помогает в решении проблем? Куда вы обращаетесь, чтобы проблемы решились? Каким образом вообще это происходит? Идут вам навстречу власти, идут вам навстречу... Идут навстречу вот, мы же в Ненецкого Тонора в округе зарегистрированы. мясокомбинат, если что, допустим, в этом году мы сдали договор на 100 тонн, а мы не сможем реализовать, допустим, мясо, сколько-то остается, 50, 40, не знаю, сколько там сейчас останется, до середины марта будем решать. Я думаю, помогут, возьмут мясокомбинат, доп.соглашение. Ну, вроде как говорил же губернатор о том, что все мясо будет приниматься на мясокомбинат в течение всего времени. Да, говорил. Объем-то большой, у меня девятый тонн, что принимает мясо на мясокомбинат ежегодно. Ну, то есть в этом году вы даже больше сдадите, получается, чем в прошлом году? Ну, мне раньше мы сдавались даже 180, 200, 220, а сейчас с этого года 100 тонн идет. А почему? Потому что удается самим реализовать? Нет, договор-то заключили, чтобы это, ну, если 900 тонн, а другие хозяйства тоже сдают же, получается, и не смогут принять. Поэтому и вот прошлогоднее мясо, допустим, мясокомбинат возьмет, остается, поэтому и сейчас, раньше было 12 месяцев срок хранения мяса оленя, сейчас по ГОСТу все 18 месяцев. Ну, это хорошо для оленеводов? Конечно, хорошо, конечно, хорошо. Если что не сможем продать, допустим, мы осенью спокойно еще можем это продать. В холодильниках тоже сдержим и продаем. Каждый год оставалось 4-5 тонн. В прошлом году ушло. все мясо и осень вообще мяса не было. Лучше по весне закрыли все. А как удается вам сохранить такое большое поголовье? Как это вообще? Такое большое поголовье нам удается сохранять в связи с тем, что рационально пока используем земельные пастбища. Пока. Ну, не знаю, что будет дальше, но пока держим. Рационально то есть зимовка, осень, литовка и весна котел идет. В разных местах все это делается и переход тоже, где можно задерживаться, где нельзя задерживаться. Вот так вот. А сейчас получается у вас уже будет потихонечку оленеводы готовятся к котелу, да? Оленеводы уже готовятся сейчас не к котелу, а к выходу в тундру. Сейчас закупаются продукты, продукты завозим до убойных пунктов на машинах, на камазах, сайгаках, чтобы оленеводы легче выходили до котела, до весны. Нарты не так тяжелые были и естественно уже думают когда выходить. У каждого свой уже на сегодняшний день есть график выхода, когда будут уже выезжать в тундру. Несмотря на погодные условия. А до какого срока они должны это сделать и когда, где вот они, в какое время где они должны оказаться? До 1 апреля уже все бригады уходят, выезжают и в конце апреля в числах 15 апреля 20 апреля все уже в отельных пастбищах. Потому что первые телята уже у нас бывают 22 апреля. А почему нельзя оставаться на этих зимних пастбищах, надо обязательно уходить на гримотелы? Олени воженки ждать не будут, не сможем удержать олени из стада в лесу. А им не нравится в лесу? Почему? Я как житель далекий городской и далекий от этого всего, почему им нужно уходить на эти отельные пастбища? У воженки уже инстинкт, где должен быть проведен отел. Если мы там будем проводить отел, допустим, удержим процентов 50, а остальные уйдут в тундру и будем ловить дальше. У других бригад будем собирать олени. А какие прогнозы у вас на отел, на этот, что вы ждете? Как это будет? Это сложный еще прогноз. От погоды зависит. Какая должна быть погода, чтобы отел был хорошим, нормальным, чтобы все прошло хорошо? Погода, главное, чтобы весна как-никак в прошлом году резко сделала. Резко за неделю все растаяло и еле-еле вышли. Все по плану, как всегда выходили, столько лет уже. Получается, планировали выходить и еле до отела успели. Некоторые бригады там, слава богу, успешно все, отел провели и процент деловой выход телят сохранился. А сколько обычно телят и когда они появляются? Сколько в среднем сколько телят появляется в сельхозпроизводственном кооперативе и в какой условии? 85% где-то. 15% там идут уже яловые утонуло при отеле все же не можем не в клеву росомахи, лисы, песцы вот так вот. А когда первые телята появляются? Первые телята бывают уже 22-го, 18-го апреля уже бывают, но основная масса у нас идет в мае середине. Середина мая это массовый отел. И после того, как телята появились, оленеводы кочуют куда-то дальше, что происходит? Оленеводу после отела месяц с телятом будет и дальше ямдают до коралла, где проводим вакцинацию от противосибирской язвы и ставим ушные клейма телятам. в каждой бригаде у нас свое клеймо. Плюс там еще и частные клейма. И дальше на литовку. На литовку в конце августа начинается у нас обработка от подкожного вода. Проходит два месяца и у нас уже идет начинаем забой. Потом забой, потом зима, отчеты, оленеводы приезжают, поменяются, отпуск. В отпуск то ходят или не воду? Я хотела спросить, а в отпуск то когда линевод ходит? У него все время работа получается. Человек не железный, не может жить без отпуска. Меняются, меняются. Все в одно время не могут взять, потому что в стадии все равно должен быть два человека обязательно. Вот это летом приезжает на месяц. Вот так, по частям. А для вакцинации оленей там все? У вас есть всегда препаратами? Вестанцы помогают вакцины за сибирскую язву ежегодно по плану 40 тысяч голов выполнением. Хорошо. Помогают вакцины очень много у нас препаратами разными, антибиотиками. А болеют оленя? Бывает, что болеют? Болеют в основном. Весной болеют болеют, пронхопневмония, потом хлопотка начинается, очень много болеют. Но вы на страже смотрите, чтобы не болели, чтобы... Мы на страже им. Ну, в основном болею воду. Ежедневно смотреть за ними на. Начальность стадии лечения идет на укол сделал в бедицине там в биганере или пастухно. И бывает проходит, бывает нет. По-разному. И в конце программы может быть какое-то пожелание, вот если кто-то посмотрел и решит все-таки стать оленеводом, что нужно сделать, каким образом, ну, мало ли у кого-то проснуло желание поработать, попробовать себя, что нужно сделать, как, куда обратиться. Кто горит желанием выйти в оленеводство, и женские оленеводы, приглашаем всех, чумработниц оленеводов, приезжайте. Вы обеспечите всем необходимым. Всем необходимым обеспечим, пускай только приезжают. Спасибо, что нашли время, что пришли к нам на программу. А я напоминаю, что мы говорили о работе оленеводах и проблемах с представителями профессии сельхозпроизводственного кооператива Ижимский оленевод Василием Чупровым, бригадиром бригады номер 3 Бакуринского отделения Владимиром Чупровым, главным ветеринарным врачом и исполняющим обязанности председателя СПК Андреем Терентьевым. До свидания, Субтитры создавал DimaTorzok